Привет, дорогие зрители! Сегодня мы научимся рисовать HD-плащи для любых систем скинов в Майнкрафте вот такого плана. По сути, для тех, кто создает собственные системы скинов на пиратских кофе игры. Вот. Для начала открываем Photoshop, то есть наша база. Я буду сейчас вам показывать, как и что делается, то есть какими инструментами пользоваться, так что не волнуйтесь. Для начала создаем новый документ, то есть файл создать. Разрешение нашего плаща изначально будет базовое, то есть самое стандартное 64 на 32 пикселя. Потом мы просто его увеличим именно для HD-формата. Так, встаем в такое изображение и у нас открывается некая хрень. Для начала давайте ее сделаем, чтобы на благое есть экран. Вот так вот. И просто приблизим к нам же. Так, это у нас заготовка. Это фон. Разблокируем слой, то есть дважды кликнем на этом слое, нажмем клавишу ОК. Это позволит нам рисовать на нем. Выбираем инструмент заривка, выбираем черный цвет или скажем серый какой-нибудь и просто делаем небольшой фончик. То есть некая база, на чем мы будем собственно рисовать, просто чтобы нам было поприятнее пользоваться. Вот так вот. Это будет фон. Сделаем новый слой, то есть то, на чем мы будем рисовать непосредственно сам плащ. Нажимаем эту клавишу и выбираем инструмент выделения. Сам плащ, к сожалению, имеет разрешение 22 на 17, то есть самый базовый, самого стандартного размера. Пиксель, 22 на 17 пикселей. Выделяем такую хрень, то есть чтобы было именно 22 на 17. Я сейчас пользуюсь в фотошопе КС-6. Если у вас более старая версия, у вас скорее всего не будет вот такой серенькой фигурки, которая именно задает размер. Поэтому просто отчитывайте вручную. Так, 22 на 17. Вот эта выделенная зона, это наш будущий плащ. Все остальное просто игнорируется системой скинов. Оно как бы не интерпретируется. Поэтому, но оно требуется именно для того, чтобы делать стандартизированный размер своих плащей. Только так, что вот это дело, все это не удалять, ни в коем случае, не кадрировать. Выбираем инструмент заливка. Выбираем полностью черный цвет, то есть пусть плащ будет для начала черный. И заливаем. Именно на новом слое. То есть мы можем в момент отключить его и тем самым отключать сам плащ. Прибежаем всю эту хрень. Отменяем выделение, сочетаем клавиш Ctrl-D. Ну или изображение, а не выделение. И отменить выделение вот так вот. То есть Ctrl-D. Теперь выбираем инструмент пластик. Нам нужно стереть вот эти краешки. Они не, опять-таки, не учитываются системой скинов. Ну или скин-системы, неважно. Как у нас Фейс любит говорить. То есть они не требуются в принципе. Вот. Это наш будущий плащ. Но как же нам понять, где что находится? То есть где его передняя сторона? Где там лицевая, там задняя и так далее? Для этого создадим некие направляющие линии. То есть чтобы мы просто знали, где что находится. И докуда мы вообще способны будем рисовать все это дело. Выбираем инструмент карандаш. Выбирается он именно здесь. То есть где кизочка и так далее. Карандаш. Размером задаем 1 пиксель. Жесткость 100. Теперь выбираем любой цвет. Скажем, пусть будет красный. Для того, чтобы мы просто понимали. Именно все это делаем на новом слое. Не на слое плаща. И делаем вот такие вот линии. Они нам нужны просто, чтобы мы понимали, где что находится. Вот так вот. Здесь такого не делаем. Теперь. Отмеряем ровно 10 пикселей по ширине. Это будет именно то, что... То место, где можно рисовать. Выбираем обратный инструмент карандаш. Вставим вот сюда на эту позицию. И нажимаем Ctrl D. То есть отменяем наше выделение. И рисуем вниз с этой позиции вот так вот. Вот это. Это лицевая часть плаща. То есть то, на что смотрят все игроки, стоя у вас за спиной. То есть это именно со спины то, что выглядит. Вот это. Левая часть здесь, смотрите, со спины. То есть левая часть, левая боковая грань плаща. Вот это, вот это вот. Это правая грань, то есть правый торец. Это верхняя часть. Вот это вот. А вот это нижняя часть. Вот этот большой кусочек, большой черный кусочек, это то, что будет сзади. То есть то, что прилегает непосредственно к спине вашего игрока. Технически на нем, в принципе, можно ничего не рисовать. Но если вы хотите большую, так сказать, реалистичность и детализацию, вы можете еще нарисовать. В принципе, это будет тоже круто. Такс. Это мы создали небольшую заготовку именно для HD плаща. Теперь что? Это самый обычный плащ. Вы можете рисовать что угодно, можете даже протестировать. Сейчас при вас же. Для этого нажимаем Ctrl-S, то есть Ctrl-S сохранить. Сохраняем на рабочий стол, скажем, 1.png, разрешение PNG. Нажимаем ОК. И оно дело сохранилось. Теперь. Нам нужно зайти на сайт скиновой системы или системы скинов в Майнкрафте. Я предлагаю вам наиболее лучший, наиболее хороший вариант. Это самая популярная система в России, и тем более самая прокачанная, можно сказать. То есть тут есть все, что нужно. Skin System 16mb.com. Ссылка будет в описании видео. Нажимаем клавишу в IT. Естественно, нужно зарегистрироваться предварительно там. И выбрать файл. То есть то, что мы хотим загружать. Выберем наш новомодный плащ. Выбираем то, что мы хотим загрузить. То есть плащ 64 на 32. Вот он. То есть тут может еще 512. Мы, собственно, его и будем сейчас делать. То есть сначала просто покажу вам, что действительно все это дело работает. Нажимаем загрузить. И плащ успешно загружен. Прекрасно. Теперь открываем наш пропатченный изначально Майнкрафт. То есть в котором есть скиновая система установленная. Разумеется, я вам покажу потом, как устанавливать в конце видео. Если кто-то не знает. Пусть запускается наш Майнкрафт. Жаль, сетевая игра, скажем. Нет, будет и ночь. Я лучше, может, на сервере проводить. Я не хочу с этим париться. Вот. Открыть наш Майнкрафт. И сейчас нажмем клавишу F5. И у нас появится наш плащик. У нас, судя по всему, ночь. Здесь сделаем день. Такс. И вот он наш плащ. Видите? Такой черный. И по боковым линиям красным видно сзади. Вот так вот. Это наш будущий плащик. Прекрасно. Можно загривать в Майнкрафт. То есть мы увидели, что система, если это полностью работает, это пока дело свернем. Возвращаемся обратно в фотошоп. Теперь. Мы хотели здесь сделать хг плащ. Правильно? То есть выбираем изображение. Размер изображения. И задаем просто разрешение 512х256. Это просто изменит разрешение нашего плаща на 8 раз больше. По-моему, 8 раз получается. Но внимательно здесь выбираем интерполяцию по соседним пикселям. То есть оно не размывает изображение при увеличении, создавая, как сказать, просто именно имитацию векторной графики. Нажимаем, короче, клавишу ОК. И у нас видно, что все это дело сильно-сильно-сильно увеличилось. Вот у нас AD плащ. Мы можем здесь помолчать любой рисунок. Видите, сколько пикселей, да, появилось? То есть помещать абсолютно любой-любой-любой рисунок. Ну, давайте при вас быстренько чуть набросаем. Что было интересно, по крайней мере. А для вас. Да, блин, соседи! Блин, простите, пожалуйста, какие сволочи, да? Да, мешают, мешают. Так, выбираем наш инструмент волшебная палочка для того, чтобы нам аккуратно выделить красные кусочки. Мы стоим на слое, собственно, с красными кусочками и с помощью волшебной палочки их выделяем. Но поскольку одно выделение не плюсуется к другому, мы нажимаем его. То есть выделяем заново с помощью клавиши Shift. Это будет плюсовать одно выделение к другому. Сделали это. И на новом слое, скажем, на любом произвольном, мы будем рисовать теперь уже желтым цветом. Отключаем направляющие линии. Сделаем их желтенькими, потому что я хочу желтенький плащик себе простенький какой-нибудь. Пусть будет желтенький. Так. Нажимаем инструмент заливка, клавиша G по умолчанию. И выбираем здесь его с помощью на пулбаре. И заливаем все тело желтым цветом. Нажимаем Ctrl-D, чтобы снять выделение. Пусть у нас будет желтенький цвет. Теперь я хочу, чтобы у нас плащ, ну, просто был более красивый, что ли, не знаю. То есть именно был плавный переход от света в цвет, скажем. Для этого дважды кликаем на слой слое с плащиком. Убираем на заложение градиента. Это у нас наложит, так сказать, плавный переход от света в цвет. Пусть будет так. Вот хочу так. Мне уже, в принципе, это дело нравится. Даже настраивать его не буду. Сделал только менее светлым его. Пусть будет так. И давайте, знаете что? То есть именно, чтобы нам было понятно, что для кого все это дело мы снимаем. Собственно, для именно Фесса. Зайдем на сайт FessStyle. Такс. И скопируем фотку Фесса, нашего любимого. Так, где он тут? Где он тут? Фесс. 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 Так. Так, 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 так. Блин, сволочи. Задолбали просто уже. Пусть будет красивый снимок. Но, как мы видим, у нас какой-то уронливый фон сзади зеленый. Для этого нужно его убрать. Так. Чтобы нам редактировать этот слой, нужно его растрировать. Поскольку это так называемый смарт-объект. Я не знаю, честно говоря, что это значит. Но это какой-то... некий метод, с помощью которого фотошоп что-то делает. Выделяем, опять-таки, нашей волшебной палочкой этот зеленый слой. И просто нажимаем клавишу Backspace удалить. Мы удалили весь этот зеленый слой. Помещаем Фесса более аккуратно в нашу рамочку нашего плаща. Чтобы было четко. 80 пикселей уже. То есть не есть, как раньше было здесь. А 80 уже. 88 раз больше, по сути. По горизонтали. И помещаем аккуратно в наш плащ. То есть все так аккуратно, симпатично получилось. Ну и, в принципе, это дело устроено. Давайте на этом завершим. Только сделаем слой наш менее прозрачным, что ли. Это он какой-то прям, я не знаю. Ну ладно, пусть будет ярким и желтым. Нажимаем Ctrl-Shift-S. Сохранить на рабочий стол в формате PNV. Пусть будет без имени один. Черт с ним. Абсолютно любое название. Это наш HZ-плащ. Вы можете здесь рисовать что угодно. То есть можете подрисовать, скажем, усики нашему Фессу. А это кто-то мысль. Слушайте, это мысль. Так, у нас что-то не хочет увеличиваться изображение. По нажатию на клавишу, к сожалению, U. Вот так вот. И подрисуем на плате мусики. Каким-нибудь черным цветом. Я не знаю, это будет няшно, не няшно, но... Не очень аккуратно, но ладно. Вот так вот. Ctrl-Shift-S. Сохранить. PNG. Без имени один на рабочий стол. Сохранили. Сворачиваем наши окна все. Открываем обратно сайт скиновой системы. Система скиновых, как любит говорить Фесс. Skin System.shinacimbo.com. Опять-таки. Входим. И удаляем наш старый плащик. То есть тот, который нам не нужен. Обновляем страницу. Если нужно, конечно. Выберите файл. Без имени один наш файл. И плащ 512.256. То есть, опять-таки, эти функции доступны только тем, кто-либо купил эти плащи на этой скиновой системе или их как-то заслужил. То есть премиум аккаунты. Файл успешно загружен. Разумеется, у вас простые, как говорится, смертные, которые зарегистрированы в этой скиновой системе, могут регистрировать только простые скины. Вот так вот. То есть именно разрешение самым стандартом. 6432. ADD доступны только премиум аккаунтам. Выбираем обратно одну одиночную игру какую-нибудь. Любой мир. И смотрим, что с ним получилось-то. Вот наш милый плащ. Давайте сделаем весь экран. Будем немножко лагать, потому что я снимаю не так правильно, как надо. Но, по крайней мере, это он. Это наш любимый плащ, который будет радовать и вас, и всех игроков своим внешним прекрасным видом. Надеюсь, вам это пригодится, по крайней мере. Это видео в основном для тех, у кого есть, опять-таки, премиум аккаунт для этой скиновой системы. Системы скинов. И, возможно, кому-то это очень полезно. Именно в плане ежедневной. В общем, всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам это понравилось. Все ссылки в описании к видео. Опять-таки, все характеристики плащей, если кто забыл. И, поэтому, с вами прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok